Касан, сегодня была очень интересная игра. Вы очень хорошо начали. Что потом не получалось? Я часто хорошо начинаю против китайцев. На Америке все сильно закончил плохо. Я думаю, что здесь проблема в том, что они привыкают к моей игре, они могут перестроиться. Я много очень играл своих мячей мимо. Считаю, физики не хватает и концентрации. Надо много работать, чтобы не бояться. Так считаю. Ну а в целом, если взять весь турнир, вы доволен своими выступлениями? Да, нормально. Ну как доволен? Нет, доволен, не доволен. Надо просто играть каждый раз и все. Доволен буду, когда я займу первое место. Тогда я буду доволен. Думаете, когда это будет реально? Когда реально уже. Просто я не занимаю его. Когда-нибудь займу. На основе тренировки обычно спорт в каких-то нюансах. Игра строится на нюансах. Чего сегодня не хватило все-таки? Да, даже не хватило концентрации. И построение игры, наверное, надо было перестроиться где-то немного. По нюансам я сыграл нормально, я считаю. Все сделал то, что мог. В Берлин такой очень топ-топовый турнир. Приехали практически все самые сильные игроки. Это все-таки подстригивает играть с самыми сильными? Да, безусловно. Безусловно интересно поиграть. Интересно было сегодня поиграть с китайцами. Не получилось, но надеюсь в следующий раз получится. Как бы сейчас все-таки китайцы доминируют? Вот с чем связана вот их, ну, с той сильной позиции? Да, у них все у меня ничего. У них народу очень много. У них грамотная подготовка. Они много очень разбирают настольный теннис. Как вы сказали, по нюансам. Поэтому у них и результат большой и хороший. Мы отстаем подготовкой на моду. Вы имеете в виду Европу? Да. А с чем это связано? Никто не хочет работать. Специалистов нет, которые понимают настольный теннис. А если они есть, то они мало работают. Потому что мы вчера общались тоже с Дмитрием Овчаровым. Он сказал, что понимание настольного тенниса в Европе есть. Потому что все-таки и шведы раньше были очень сильны, и в Германии настольный теннис на высоком уровне. Но вот в тренировочном плане почему-то вот Европа уступает. Ну, так и есть. А что может изменить в лучшую сторону? Надо больше тренироваться, больше делать сборов европейского уровня, я считаю. В Европе надо больше собираться. Больше сборов среди сильнейших европейцев делать. И привлекать самых известных европейских тренеров, которые хотят работать и могут помочь им. Как обстоят дела в России? В России очень плохо. Теннис умирает. Я считаю, мы не развиваемся никак. Не знаю, сколько это будет продолжаться, но я постараюсь, конечно, чтобы все это улучшилось. Но пока на данный момент настольный теннис России умирает. Вы сказали, что у вас довольно высокие цели, хотели бы играть на самом высоком уровне. Что думаете, какие возможности будут? Тренироваться, больше учиться на стороне на теннис. Искать специалистов. И сделать так, чтобы они учились. Тренироваться сильными игроками с хорошими спарринками. Но где это возможно в Европе? В Германии. Я сейчас тренируюсь в Веслоп. Там есть два китайца и тренер Фидерсадска. Он мне помогает в данный момент. В России мне помогает Руслан Павлевич Степанов. Он помогает мне в России. Суправляться с многими всякими проблемами. Я живу в Казани. Иногда тренируюсь там. Он мне помогает в зале. Я живу в Казани.